Дом культуры в микрорайоне Кассе был возведен в период всесоюзной стройки в 1976 году. В советские годы учреждение явилось центром протяжения талантливых людей. В стенах здания свою работу ввели десятки коллективов художественной самодеятельности. Но во время перестройки здание закрыли. Долгое время оно находилось под замком. С идеей восстановить кузницу культуры выступили местные жители. Глава города Анатолий Пахомов идею населения поддержал. И в марте 2017 года в Доме культуры начались ремонтные работы. Сегодня выделено 3-4 миллиона и дают по мере того, как происходят работы. Прошел месяц, закрывают формы, оплачивают деньги. Но здесь уже есть еще такая больная тема, что сегодня население три раза прибавилось. И требуется еще дополнение. Но я думаю, что после того капитального ремонта, который мы проведем, у нас есть еще возможности прибавить к нему помещение. Сейчас в здании полным ходом ведутся ремонтно-отделочные работы. Сотрудники подрядной организации утепляют стены, обшивают потолки и устанавливают железные конструкции. Центр национальных культур. Именно такое название присвоено бывшему Дому культуры. Здесь работа будет висеть по многим направлениям. От художественного до хореографического. Руководство учреждения планирует привлечь молодежь не только с микрорайона Косеев, но и с ближайших сел. Я вижу, что будет хорошая перспектива, очень хорошая будет. Так как молодежь в сегодняшний день стремится к спорту. Будут шахматные эти шашки, будут самбо, будет борьба, бокс. Все, все, все буквально для молодежи. Ремонт здания – это полторы тысячи квадратных метров – обещают закончить в конце сентября. Праздничное открытие уже запланировано. Оно состоится в первых числах октября.